Я педагогка-психолог дошкольного отделения школы в Капотне. В работе с дошкольниками информационные технологии открывают большие возможности. Дать ребёнку пользоваться камерой или компьютером всё равно, что дать ему в руки волшебную палочку. При этом само занятие становится эмоциональным, дети концентрируются, готовы соблюдать правила. На подгрупповых занятиях с детьми мы создаём мультфильмы в технике стоп-моушен. Для меня как педагога качество мультфильма не является целью, поэтому на обычном занятии, в отличие от конкурсных работ, могу всё внимание уделить коррекционно развивающей работе с детьми в процессе съёмок. Во время такого занятия можно выполнить огромное количество задач. Это развитие моторики, зрительно-пространственного восприятия, мышления и, конечно, воображения. А в ходе озвучивания тренируется память. Также в процессе работы развивается эмоционально-волевая сфера ребёнка, произвольность, внимание, умение работать в команде. Дети старшего дошкольного возраста быстро включаются в организационный процесс, ведь готовый, созданный своими руками мультфильм – это простой и понятный для ребёнка мотив. А возможность самостоятельно пользоваться техникой, фотоаппаратом, компьютером – это награда за промежуточные этапы работы. При использовании информационных технологий дети часто по-другому ведут себя. Стеснительные могут проявить инициативу, подсказать, исправить. Те, у кого есть проблемы с дисциплиной и усидчивостью, становятся более организованными, собранными. Принято считать, что работа с техникой при непосредственном участии дошкольника – это слишком сложная и недоступная ребёнку работа и даёт только детям готовые компьютерные игры. На самом деле, на практике оказывается, что дети сами могут что-то создавать, легко включаются в работу, для них не представляет сложности работа в простых видеоредакторах. В отличие от взрослых, они не боятся трудностей, связанных с техникой, и в результате для них открываются огромные возможности для развития и творчества.